Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать очень актуальную и важную тему, особенно для тех, кто хочет развиваться в профессии визажист. Но хочу сразу сказать, что это не только видео для визажистов, потому что здесь я покажу свои любимые проверенные многофункциональные и универсальные средства, поэтому это будет видео полезно для всех бьюти-любителей. Поговорим про базовый кейс, который будет являться максимально универсальным и когда я собирала продукцию для этого видео, моей главной задачей было то, чтобы абсолютно все влезло в одну косметичку. Вспоминая раньше, я очень часто выезжала к клиентам, когда работала с выездом, с двумя-тремя подобными косметичками. Это классический размер Зуковских косметичек. Но сейчас мне так нравится тенденция на то, чтобы делать кейсы максимально универсальными, не слишком объемными и на 100% рабочими, что действительно вот такой одной косметички вам хватит для того, чтобы приехать и сделать клиенту макияж абсолютно любой, но если мы с вами именно говорим о коммерческих образах. И поэтому давайте-ка я подробнее расскажу вам про эти чудо-средства. Также, друзья мои, пользуясь случаем, сразу хочется рассказать вам о моем новом проекте, который стартует уже 21 февраля и будет длиться до 27 числа. Проект называется Glam Makeup Intensive. Я буду показывать три разных коммерческих образов в моем фирменном стиле на моделях, а также отдельный урок посвящу развитию в бьюти-индустрии, потому что очень многие начинающие визажисты, практикующие визажисты меня спрашивают, как развиваться, как себя подать в Инстаграме, как о себе заявить, как не бояться работать с клиентами, где искать модели. В общем, на все эти вопросы я дам ответы в новом проекте. И, конечно же, подробнее поговорим также на этом проекте про классные косметические средства. И, кстати, многие из тех, которые я сегодня буду вам показывать, покажу в действии как раз-таки уже 21 февраля. Поэтому, если вы хотите принять участие в таком красивом, вдохновляющем и очень полезном обучающем проекте, то не упустите эту возможность. Стоимость участия всего 2,490. А также, кстати, в этот раз есть уникальная возможность попасть ко мне на индивидуальное сопровождение. Со всей информацией о проекте вы можете подробнее ознакомиться на моем сайте bogdanovich.ru. Ссылка в описании под этим видео. Обязательно переходите. Подготовка кожи, на мой взгляд, является важнейшим этапом в создании макияжа для клиента. Конечно же, при выборе средств нужно учитывать состояние кожи, тип кожи. Но сегодня я хочу показать самые универсальные текстуры, которые, на мой взгляд, подходят абсолютно всем. Первое, с чего я хочу начать, это продукты. Не обязательно могут быть именно этого бренда, но суть в том, чтобы наносить увлажнение в два этапа. От более легкой и жидкой консистенции к более густой и напитанной. Например, если у клиента кожа склонна к сухости, этих двух этапов будет достаточно. А если кожа активно комбинирована и склонна к жирности, то можно обойтись и первым этапом увлажнения. К примеру, это продукция от бренда Skin Mania. Здесь у нас увлажняющий лосьон и увлажняющее молочко. Можно наносить лосьон как первый этап увлажнения, а молочко как легкую эмульсию. Подобная система увлажнения представлена во многих корейских, японских брендах. Если обратиться, например, к люк-сегменту, то можно взять мой любимый бренд Sensai. Я его также люблю использовать для клиентов. Мне нравится, что такие текстуры легко и быстро впитываются. Ничего на них не скатывается. Крем распределяется тонально очень легко и действительно качественно увлажняет кожу. Если же говорить о со-средствах, о средствах, например, которые я люблю использовать, лифтинг макияжа, то это уже идут именно сыворотки. Но если говорить конкретнее о каком-то продукте, то это будет сыворотка от бренда Clorans, которая называется Double Serum. Эта сыворотка по консистенции напоминает масло, которое при этом не перегружает. Но за счет вот этой вот питательной, сияющей консистенции мы получаем супер лифтинг такой эффект. Все линии зрительно подтягиваются и тон распределяется действительно как по маслу. При этом важно учитывать, что потом ничего не течет. Если вы не перегрузили лицо этой сывороткой, то все будет быстро впитываться и увлажнение будет на протяжении долгого времени сохраняться. Я люблю для клиентов использовать увлажнение именно из серии уходовых средств. Ну а теперь давайте поговорим про тональные. Если говорить о самых универсальных, то первое, что я хочу показать, это будет тон, который предназначен для плотного покрытия. Для кожи, склонной к жирности, это будет мой любимец от бренда Catrice. Бюджетный тон, который на 100% работает даже лучше, чем люксовые его конкуренты. Наверное, многие порекомендуют Double Wear от Estee Lauder, но для меня это слишком плотный тон. Это тон маска. Если говорить о более живой, о более подвижной коже, но при этом с хорошим покрытием, то это однозначно Catrice HD. Если говорить о средстве универсальном, которое подойдет для сухой и для комбинированной кожи, и при этом будет давать среднюю степень покрытия, то это однозначно тон от Isoloran, который называется Tush Eclat. Правда, я его очень сильно люблю, он сегодня на мне, он отлично выравнивает, он не бежит, он не утяжеляет, и финиш у него атласный. Это когда есть легкое свечение в тех самых нужных выступающих участках лица. Но также стоит отметить тональные, которые предназначены для суперполупрозрачного покрытия, для клиентов, у которых идеальная кожа. У меня, по крайней мере, очень много клиентов, которые приходят и говорят, что они не хотят, чтобы тон был заметен. Им нужно самое легкое и незаметное покрытие. Я, вы знаете, люблю подобную тенденцию, поэтому у меня есть любимец. И самый универсальный, самый лучший тон среди подобных, это однозначно BB от Erborian. Во-первых, он подстраивается под оттенок кожи, он незаметен, он не сильно блестит, он ни в коем случае не матовый. То есть, действительно, ощущение, будто бы у нас нету тона на лице. Но при этом при всем кожа выглядит очень выровненной и такой, знаете, слегка отфотошопленной. Я подобный эффект обожаю. А также, например, если хочется еще чуть-чуть кожу подсветить, я обожаю его смешивать со своим скин-перфектором, праймером, про который я также подробно рассказывала вам на своем канале. Далее давайте поговорим про консилеры. И так как моя цель была делать косметичку максимально компактной, я выбрала два продукта. Один будет консилер как раз-таки для зоны вокруг глаз, который будет подсвечивать, увлажнять и разглаживать синеву, нейтрализовать синеву. Это консилер от бренда L'Oreal, который называется Perfect Match. Обожаю его, потому что он действительно как будто бы вот вы немножечко себе подзатянули вот здесь вот узелочек, и кожа вот так вот расправилась и натянулась. Это за счет того, что текстура увлажняющая, подсвечивающая, он не скатывается, он не утяжеляет. Я его просто обожаю. Если же вам нужно что-то более плотное, например, нужен продукт, который подойдет и для зоны вокруг глаз, чтобы перекрыть достаточно яркую синеву, и при этом для точечной коррекции, но при этом при всем, чтобы он был пластичный и подвижный. Такой продукт у меня тоже есть. Это будет консилер от бренда L'Oreal Mercier. Называется он Flawless Fusion. У него консистенция напоминает мне консистенцию продукта от бренда Bobby Brown. Такой, знаете, пластилиновый. Его нужно предварительно разогреть на руке, и вот когда вы почувствуете, что он начинает как будто бы таять, это самое лучшее время для того, чтобы его нанести, потому что он будет сливаться с кожей, сливаться с текстурой, будет незаметен, и за счет вот этого его вот сияния изнутри, опять же, он будет незаметен на лице, он не будет сушить, он не будет стягивать, в отличие от многих плотных корректоров. Продукты для бровей. Здесь я вообще все свела к минимуму. Я поставила один карандаш и один гель. Самый универсальный карандаш, который я могу использовать и для блондинок, и для брюнеток, просто блондинке нанести его чуть менее активно, а брюнетке наслоить несколько слоев, к примеру, это карандаш от бренда Payser в оттенке Soft Brown. Это уникальный оттенок, который действительно подходит всем. Опять же, сегодня он у меня на бровях и в работе с моделями, с клиентами. Это мой самый главный мастхев. У него пудровая консистенция, он идеально растушевывается, он очень натурально смотрится. И если говорить о подобном продукте, то также есть очень хороший карандаш от бренда Laura Mercier в цвете Ash Blonde. Это такой серо-коричневый светлый оттенок. Светло-коричневый серый оттенок. В общем, правильный оттенок, не рыжит, не сильно темный, что-то среднее, универсальное, опять же, подходящее всем. Ну и если говорить про гель для бровей, то это будет однозначно продукт от бренда Luxe Visage, который называется Brow Superfix 12 часов. Он отлично держит волоски, он не оставляет налет, он не склеивает и при этом отлично держит. Вот правда, действительно стоит недорого, а работает просто как бенефит. Поговорим, наверное, о продуктах для кремовой коррекции. И первое средство, о котором я хотела бы рассказать, это будет Sculptor-Bronzer. Я объединяю этот продукт вот в эту категорию, потому что он очень универсальный. Он и не сильно рыжит, он и холодный, и в плане тушевки он идеальный. Это продукт от бренда Romano Makeup в оттенке Medium, дает хорошую тень, пигментированный, расход минимальный. Во мне потребуется много продукта, и при этом при всем за счет вот своей консистенции дает легкое рассеивание и опять же эффект разглаживания кожи. Также подобный эффект мне дает еще продукт от бренда Divage. Это Contour Duo, вот такой вот стик. Здесь с одной стороны консилер, на мой взгляд, бесполезный, а вот как раз-таки контурный оттенок, особенно в цвете 01, идеальный. Я рекомендую наносить его полупрозрачно, если что, наслаивать, чтобы получить красивую, как раз-таки вот эту вот рельефную скуловую часть. Что касается кремовых румян, то я рекомендую выбирать универсально перстяковато-розовые оттенки. Они подойдут абсолютно всем, освежат и не подчеркнут красноту. К примеру, это могут быть румяна, опять же, от бренда Romano Makeup в цвете Good Girl. Это новый оттенок у бренда, он действительно отличный. В нем присутствует легкое золотистое свечение, но, когда вы наносите продукт на лицо, вот это свечение абсолютно незаметно. Если же говорить прямо о персиковых универсальных румянах, потому что, например, такие идеально вписываются в лифтинг-мейкап, это будут румяна от бренда Peize в оттенке 04 Orange. Это такой, на первый взгляд, очень оранжевый цвет, но в растушевке он очень красивый. Он, самое главное, дает действительно освежающий эффект, а не кирпичный, что важно отметить. И поэтому я вам их тоже рекомендую. Далее поговорим про кремовый хайлайтер. Я его использую, скажу честно, редко, но иногда все-таки, если кожа хорошая, если хочется эффект глянцевой кожи, такой продукт нужен. И здесь я рекомендую вам вот такой продукт у бренда L'Amel из коллекции Moonrise. Я вам про него рассказывала в отдельном видео про эту коллекцию. Продукт действительно очень достойный, у него приятная гелевая кремовая консистенция, и он так красиво смотрится, у него такой оттенок благородный. Вы знаете, вот это сочетание розового-золотистым с легкой холодинкой дает очень освежающий эффект. Поэтому люблю и каждый день сейчас, если честно, для себя использую. Особенно в сочетании с каким-нибудь легким тоном а-ля Airborne BB. Конечно же, фиксация, кремовая коррекция. Здесь мне было выбрать пудру несложно. Я хочу вам рассказать про одну единственную пудру, которую вы можете приобрести в свой кейс, и будь уверенным, что она сделает все, что нужно. И зафиксирует, и уберет лишний блеск, и сделает эффект фотошоп на любой коже. Это пудра от бренда Sunsye в компактном варианте. Она уникальная. Ей аналогов, к сожалению, пока что нет. Подробнее о пудрах я также рассказывала недавно на своем канале. Видео про пудры. Такая, знаете, была энциклопедия. Обязательно посмотрите его, если вы его еще не видели. Но если выделить одну единственную для кейса, для компактности, то это точно этот продукт. Давайте обсудим продукты для сухой коррекции лица. Если говорить о работе с скуловой зоной, чтобы выделить ее, сделать лицо чуть более такое структурированное, то первый продукт, который я однозначно хочу порекомендовать, это продукт от бренда L'Oreal. Румяна в оттенке 02. Но, конечно же, это не румяна, а именно продуктор для скуловой коррекции. Я даже не могу назвать его скульптором, потому что вот это не классический скульптор, не серо-коричневый, не супер-холодный. Он немного уходит в пыльную розу, чуть-чуть в холодинку, и чуть-чуть как будто бы вот все-таки в нем присутствует что-то теплое. Я не знаю, какое-то очень красивое сочетание. И самое главное, это приятнейшая пудровая маслянистая консистенция. Знаете, вот она так легко наносится, никаких пятен, никаких границ. Все очень красиво, стоит недорого, и я реально в диком восторге от этого продукта. Рекомендую и для себя, и в работу. Если же говорить о более теплом продукте, который даст эффект загара, но при этом не перегрузит, для меня сейчас самый классный бронзер, это бронзер бренда N'Beauty, потому что вы его наслаиваете. Он, опять же, полупрозрачный. Вы регулируете степень интенсивности сами, и мне кажется, как раз-таки в работе визажиста это очень важно. Понимать, когда остановиться, если что наслоить, если что оттушевать. Нужны как раз-таки такие универсальные классные текстуры. Вот этот как раз-таки такой. Здесь присутствует легкое золотистое свечение, и оно такое еле заметное на коже, что мы ведь лишь видим эффект разглаживания. И вот вы знаете, как я люблю эффект как раз-таки вот такой кожи, когда хочется разглядывать, но при этом не видно каких-то границ. Вот как раз-таки подобный эффект дает этот бронзер. Румяна я выделила от бренда L'Oreal, опять же, потому что, ну правда, цена доступная, продукт классный, текстура как у люкса. Оттенок 03 называется Melon Dollar Baby. Это оттенок, который сочетает в себе и персиковый, и розовый. При этом при всем есть очень легкое, деликатное золотистое свечение, но оно не переносится на кожу. Поэтому вы получаете эффект полупрозрачной текстуры, универсального освежающего оттенка. Если же говорить о более спокойных румянах, потому что есть клиенты, которые боятся этого продукта, то на этот случай я использую румяна в последнее время от бренда Chic в оттенке 02. Blush Melange, по-моему, продукт это называется. И здесь он выглядит каким-то сливовым, но по факту это пыльная роза. Очень деликатная. У меня есть несколько роликов в инстаграме, кстати, если не подписаны, обязательно подписывайтесь, где я на моделях показываю вот этот продукт от Chic. И много комментариев было, что он очень красивый и действительно такой аккуратный румянец получается в меру. Сухой хайлайтер у меня один единственный любимый сейчас. Это бренд Bobby Brown. У меня здесь лимитированная упаковка, но вообще оттенок Pink Glow представлен в основной коллекции, поэтому однозначно Pink Glow. Холодный, но освежающий. Не серебряный на лице. При этом, при всем, еще я очень его люблю вписывать в макияж глаз. Он освежает и делает все как-то чуть краше. Давайте поговорим про тени. И здесь, наверное, стоит начать именно с кремовых подложек. Я так счастлива, что наконец-таки наступил период, когда кремовые подложки очень крутые, есть именно в бюджетном сегменте. И руки тянутся именно к этим продуктам. Это продукты, в первую очередь, бренда Luxe Visage. Здесь у меня есть и матовый их тинт. Мой самый любимый, кстати, 105-й. Есть сияющие тинты. Оттенок 01, 04, 06. Это оттенки, которые один в один напоминают мне тинты от бренда Giorgio Armani, при этом при всем, не знаю, раз в 10, наверное, дешевле. По консистенции, вот они для меня, эти даже более пигментированные, и поэтому нравятся мне больше. Armani были иногда слишком как водичка, их нужно было наслоить, чтобы увидеть оттенок. Они тушуются, они не стягивают века, и при всем при этом я рекомендую их наносить именно как подложку, потому что, конечно же, за счет того, что это подвижная текстура, они могут скататься. Поэтому это мы используем именно как подложку, либо сияющие, либо матовые. Также классные кремовые тени есть в бренде Chic. Мои любимые, например, это 02 и 01 для построения формы смоки, очень красивые. Если нужен матовый насыщенный продукт, то у бренда Chic есть вот такие вот карандаши-стики. Я их в последнее время тоже очень полюбила, и вы знаете, их можно использовать и как подложку под смоки, и как подложку под нюд, а также иногда и как мягкий карандаш в межресничное пространство. Мои любимые оттенки это Bestree и Chamois. В общем, названия обязательно все будут подписаны, я извиняюсь, если они неправильно произносятся сейчас мной, но, знаете, продукты хорошие. Еще из кремовых продуктов для глаз хочется выделить топеры. Это глиттеры в кремовом формате, и опять же, они сейчас есть в масс-маркет-сегменте. Например, я очень люблю вот этот вот от Chupa Chups розово-золотистый оттенок. Добавляем в конце, как легкий блик, смотрится очень красиво. Знаете, вот прямо хочется разглядывать, особенно как-нибудь, если на солнце смотреть, он прямо супер сияет. И еще мне в последнее время очень понравились новинки от бренда Luxe Visage, называются они Glitter Rock. Оттенок 304-303, 304 такой холодный коричневый, 303 Pink Quartz. Это, мне кажется, будет бомба вообще вот текущего сезона весна-лето, особенно для невест. Какие-нибудь нюды сияющие, супер классно. Ну и, наверное, вот такие однушки от Lamelle из коллекции Moonrise тоже можно рекомендовать, потому что напоминают, я вам говорила, бренд Giorgio Armani. Их Eyes to Kill просто, опять же, в несколько раз дешевле. Ну и из люксового сегмента подобную текстуру я очень люблю от бренда Shiseido. Это их продукт, который называется Aura Dew. Плотный пигмент, когда вы его набираете на пальчик, он становится очень полупрозрачным. И это именно топпер, который нужно наносить уже в завершении образа, чтобы добавить как раз-таки тут, вы знаете, искринку. Далее про палетки теней. И вот если сказать мне, все, заберите все, оставьте одну люксовую, я для себя выделила вот эту от бренда Tom Ford, которая называется Disco Dust. Это самая, на мой взгляд, сейчас моя рабочая палетка, которую хочется использовать везде и всегда. И она всегда будет актуальна, и она везде будет уместна. Здесь есть насыщенный оттенок, два спокойных, которые можно наслоить и сделать, например, как раз-таки вот эту всю цветовую гамму при помощи этих теней, и глиттер топпер, точнее спаркл. Сияющий, который, опять же, можно добавить уже в завершение образа, добавить макияжу какой-то вот этой праздничности, настроения. Теней Том Форд шикарный по качеству, и эта палетка на 100% коммерческая. Вы сможете сделать макияж от свадебного до смоки яркого при помощи нее. Я вам ее очень рекомендую. Также я познакомилась с брендом Визард, и хочу отметить вот такую матовую их гамму, которая называется Natural Mattes в оттенке 01. Она у меня сегодня на глазах. Я очень часто сейчас ей работаю с моделями, показываю это в Инстаграме. И тени по качеству мне очень напоминают Бекку, которая палетка называется Amber Rouge, моя любимая, которой уже нет в производстве, а нет в продаже, точнее. Тени насыщенные и пигментированные, но при этом очень шелковистые. Они легко тушуются, они не оставляют пятен и границ, и их можно настлаивать и получать более и более интенсивный эффект. И еще, наверное, одну коммерческую палетку, которую вот хочется показать, еще такая, знаете, незаезженная, так сказать, тоже от бренда Визард. Это оттенок Rose Edit. Здесь есть и бронзово-золотистая гамма, и хорошее сочетание матовых, персиковых, коричневых оттенков. И также есть вот акцентные оттенки, которые могут служить как раз-таки такими якорями в макияже, так сказать. Лиловый очень красивый, бордовый. Ну и опять же хочу отметить качество. Пигментированные, мягкие. И действительно, именно если вы визажист, то такая текстура вам будет очень удобна, она будет упрощать работу с клиентами. Хочу отметить, конечно же, подводку для глаз. Одна единственная любимая от бренда Maybelline. Много лет вам про нее рассказываю, ничего пока лучше не встретила. Что касается ресниц, то я могу порекомендовать туши с силиконовой щеточкой, потому что, когда вы прокрашиваете кому-то ресницы, именно силиконовая щеточка лучше разделяет и максимально близко может подкрасться к прикорневой зоне ресниц. Я обожаю сейчас в последнее время тушь от бренда DIVAGE, Good Vibes Only, но и также люблю, например, классическую кабарет от Vivienne Sabo. Поэтому здесь, в принципе, выбор у нас огромен. Выбирайте и знайте, что переплачивать за люкс, опять же, не стоит. Тушь вы меняете максимально часто. Это расходный материал, поэтому просто выберите щеточку, которая вам будет удобно работать. Продолжение продуктов для глаз. Отмечу карандаши, которые я могу вам порекомендовать для работы. В коричневом оттенке мой самый любимый сейчас это бренд Seventeen, Brawl Pearl 05. Он один в один повторяет карандаши от бренда Romano Makeup в цвете Friday Night и подобные другие из люксовых сегментов, но при этом стоит, по-моему, 500 рублей. Карандаши это тоже расходный материал, поэтому переплачивать я, в принципе, не вижу смысла. Ну а если нужен черный, ультра-черный, тоненький карандаш для прокрашивания межресничного пространства, который не напятнит, не сделает эффект, вы знаете, too much, это Shiseido. Вот эти микролайнеры, друзья, они уникальны в плане своей формы. Они действительно очень тонкие. Они гелевые и тут же просто в секунду отдают пигмент, когда вы соприкасаетесь с продуктом с кожей. Продукты для губ. И здесь, наверное, начнем с карандашей, благо их сейчас тоже огромное количество, красивых, нюдовых. Начну, наверное, я с бренда Pupa. Многие, я знаю, любят эти карандаши, мне очень нравится карандаш для контура в оттенке 04. Также, если говорить о бюджетном и очень хорошем продукте, это будет бренд Luxe Visage в цвете 201. Он практически на 100% повторяет мой любимый карандаш от Бульбраун в цвете Pale Move. Ну и, конечно, хочется отметить также карандаши от бренда Chic. Я их очень сильно люблю. Это оттенок Florence, Венеция, Верона, Гарда для как раз-таки построения холодного контура, когда нужно сделать легкий эффект объема на губах. Я рекомендую такие оттенки всегда растушевывать, чтобы не было четких границ, чтобы эффект получался мягкий и натуральный. Далее покажу вам оттенки помад, которые являются, на мой взгляд, очень универсальными. В работе с клиентами я не люблю использовать супер стягивающие матовые текстуры, потому что мне страшно, что через 15 минут после того, как от меня вылет клиент, его губы вот так вот высохнут, и макияж совсем потеряет тот эффект, который был изначально сделан. Я рекомендую вам с клиентами работать с сатиновыми текстурами, которые будут давать хороший пигмент, но при этом губы будут выглядеть живыми и увлажненными. Идеальнейший нюд, который подходит всем и всегда, любой возрастной категории клиентов, это Charlotte Tilbury Pillow Talk. Конечно же, действительно, это просто шедевр, а не помада. Как только она закончится, сразу же закажу, потому что я люблю ее и для себя, и в работе это очень универсальный оттенок. Подобный цвет и консистенция часто встречается в бренде Stelary. Вот эта помада у меня в оттенке Sexy Beige 05. Это тоже такой кофейно-коричневый нюд с теплинкой, но с хорошим балансом этой теплинки. То есть он не уходит в рыжий, и при этом при всем он не сильно холодит. Его можно спокойно наносить на все губы. Губы будут выглядеть объемными, выразительными, но не перегруженными. Если хочется чуть-чуть разбавить интенсивность помады и хочется добавить чуть-чуть блеска, то в принципе выбирайте любую текстуру бальзамную, которая вам нравится. Например, я очень люблю в работе использовать бальзам от Clorance, либо вот бюджетный вариант, это бальзам от бренда Maybelline, называется Lifter Glows. Вот этот оттенок 002 Eyes, он отлично сочетается с любыми карандашами, с помадами, просто делает их чуть-чуть более полупрозрачными. В плане ярких помад, то здесь опять же все, конечно, индивидуально, но для меня идеальный красный, если нужен именно красный, который подойдет всем в бренде Eves Saint Laurent. Например, оттенок 01 из коллекции The Slim. У меня, к сожалению, его сегодня под рукой нету, поэтому я взяла другой красный, тоже Eves Saint Laurent в оттенке 119, также из коллекции Slim. Очень красивые, они делают губы ухоженными, они заполняют все трещинки, и при этом при всем эффект таких бархатных губ. То есть я знаю, что когда речь идет о красной помаде, все-таки клиентам хочется увидеть матовый эффект, поэтому следующая помада, которую я покажу, будет NYX Lingerie XXL. В интересном таком сочетании красного ягодного оттенка называется Stamina. То есть это не классический красный, это красный, который уходит в холодный, зрительно очень круто выбеливает зубы, к примеру, и при этом при всем выглядит необычно. Когда клиент хочет что-то яркое, но не классическое, это отличный вариант. Ну и красные карандаши, которые я люблю, это опять же Pupa, и вот мне очень понравилось из новинок, это бренд Chic, оттенок Milano. Наверное, это правда, все мои самые универсальные продукты. Если мне скажут, Елена, завтра вы едете туда-то, туда-то, вам нужно накрасить трех разных людей, я соберу данный комплект кейса косметики и со спокойной душой отправлюсь и сделаю любой коммерческий мой макияж в моем фирменном стиле. Потому что, конечно, если говорить о каких-то ярких фантазийных мейкапах, то таким арсеналом не обойтись, но если говорить как раз-таки о кейсе, который будет вам помогать в работе, который вам будет упрощать работу и будет помогать добиваться красивого эффекта, когда кожа выглядит роскошно, когда ничего не перегружено, при этом интенсивно, носибельно, это как раз-таки про эти средства. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за просмотр данного ролика. Если видео вам понравилось, не забывайте поставить палец вверх, конечно же, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики на моем канале. Я вам всем желаю отличного настроения, до новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok